Итак, Акшитау, дворец спорта Бурабай. Мы с вами подводим итоги матча между Орланом и Кулагером. Гости из самого севера нашей страны прибыли в гости Акшитау. Команда Кулагер, дворец спорта Бурабай принимал эти матчи. И домашняя арена Орлана. Болельщиков сегодня было достаточно на трибунах. Хорошую поддержку для своей команды они организовали. Ну и весьма результативный получился у нас матч. С первых минут Орлан захватил инициативу в свои руки и буквально там несколько минут потребовал для того, чтобы забросить первую шайбу. Автором ее стал Александр Менщиков. Немного времени понадобилось Орлана для того, чтобы забросить шайбу номер два. Вот эпизод со взятием ворот, в который отличился новичок команды Роман Грабаренко. Забросил он первую шайбу в составе Орлана и сотую в составе Орлана в этом сезоне. То есть это стала шайба юбилейной. Ну, здесь уже вы видите момент с заброшенной шайбой номер три. Никита Лукин стал ее автором. И вообще стремительно развивали события. Шайба номер четыре также не заставила себя долго ждать. Автором ее стал Ярослав Едогимов. Такой разгромом все это уже попахивало. Орлан был на кураже и практически ничего не получалось у Кулагера за эти 20 минут. Были отдельные моменты, когда удавалось им добраться до ворота Орлана и где-то может нанести бросок. Но Дмитрий Зыкин здорово играл. Здесь Пархоменко сделает счет 5-0. Отличается для своей команды. И еще ту шайбу мы увидели чуть позже в этом эпизоде. Вот такой хороший эпизод был здесь. Максим Грязнов выручал. Вообще в целом много было работы у Максима в этом периоде. Ну и вот шайба номер шесть. Роман Бердников ее забрасывает. Точным броском поражает ворота Максима Грязнова. Далее больше мы не увидели заброшенных шайб. Смотрим мы сами эпизоды второго периода. Здесь Дмитрий Зыкин очень здорово отыграл. Прямо четыре броска было по его воротам. Там последний бросок и вовсе пришелся в шлем. Поэтому игра была остановлена. Но очень здорово там отыграли. И чуть позже был момент у ворот Кулагера, где также Максим Грязнов выручил. Казалось, период уже окажется заслушливым. Без заброшенных шайб. Но вот все-таки один из эпизодов завершился взятием ворот Дмитрия Зыкина. Чуть позже мы с вами увидим, как была заброшена эта шайба. Автором ее стал Даня Хасена. Вот как раз тот самый момент. Вот таким вот оригинальным способом он отпраздновал локальный успех для своей команды. Вот с такого архива мы еще с вами сможем посмотреть. Классную передачу ему выложили партнеры. И точным броском он все-таки смог заставить Зыкина доставать шайбу из собственных ворот. Ну и, пожалуй, все. Вот больше мы не увидели заброшенных шайб в дальнейших минутах этого матча. Но при этом нельзя сказать, что не было эпизодов. Нет, их было великое множество. И у одних, и у других ворот продолжал Кулагер наращивать темпы. Пытаться все-таки вытащить эту игру, перевести, хотя бы улучшить себе настроение. Но ничего не удавалось. Более того, еще и в начале третьего периода Илья Арумянцев занял место в воротах. И работы у него было много. Но во всех эпизодах он выручил. Итак, Орлан кладет в откив 2 результативных балла в этом встрече. Ну и, собственно говоря, цифры статистики. Давайте посмотрим с вами. Итак, 33 против 26. Такие цифры по броскам створ-ворот. Равные цифры по выигранным вбрасываниям 30 на 30. Ну, говорит о многом. Вчера вот напоминаю, что гости были сильнее в этом компоненте. Ну и что касается штрафных минут, то их было выписано 28 Орлану и 32 Кулагир. Но здесь с учетом больших штрафов, которые получили хоккеисты за потасовку, которая случилась по завершению первого периода. Таковы итоги этой встречи. Поздравляем еще раз Орлан с победой. Домашняя серия для волков продолжается. Следующие матчи состоятся здесь, как Шитау, против Атералского Бея Бориса. Продолжение следует...